Приветики всем, кто включился. Сегодня речь пойдет о том, какую же косметику стоит выбирать, дорогую или дешевую. Так как по двум причинам ниже я сразу же пропущу уровень дохода, позже перейдем к ценообразованию. Первое. Если вы ребенок, живете с родителями и получаете помощь от родителей, это тоже в моей категории еще ребенок, то вы знать не знаете ничего о самостоятельной жизни и планировании своего дохода, в который вам никто не подкидывает и всегда есть где жить и спать. Второе. Если вы действительно отдельная личность, не зависящая ни от кого, пытаетесь распланировать все заработанное вами за месяц на все нужды. И за то, что необходимо, еда и одежда, и то, за что хотелось бы не платить. Квартира, кредиты, ремонты, доставки, капремонты дома, интернет, аренда, пожировка. А теперь, когда вы за все расплатились, сколько у вас свободных денег на прогулки, путешествия, поездки, встречи с друзьями, хобби, здоровье, предметы и гигиены? Немножко больше, чем ничего? Так, стойте. Я еще не все перечислила. Я совсем забыла то, во что меня постоянно тыкают зрители. Алло, ты должна была больше потратить на косметику. Зачем ты экономишь на себе? А я вот, а у меня вот, ни разу только не слышала объяснения, зачем нужен тоник для лица, например. Мне пару раз покупали его в школе, и я так и не поняла, что делает эта волшебная водица. Но дело совсем не в том, нужно ли мне то, что мне предлагают. Те, кто уверяет, что я жизнь живу зря бездорогой или хотя бы более дорогой, чем довольно дешевая – косметика. Понятия не имеют о пяти основных понятиях, влияющих на цену товара. Первое. Маркетинг, реклама и бренд. Второе. Ценообразование. Третье. Химия. Именно формула вещества, состав и его влияние на кожу. Четвертое. Биология. Что же может действительно получиться, если красить волосы дешевой краской или дорогой? Например, вдруг именно от дешевой волосы выпадут с корнем навсегда? Утрирую, конечно. Пятое. Импортный товар или нет? Нет. Если он не из СНГ или из серии «Не для всех», профкосметика, например, будет стоить в разы больше. Да и купить такое в обычном магазине сложно. Да, очень приятно знать о том, что «Ааа, я смогла себе это позволить. Теперь я Мэйджик Квин». Все я холопов. Понимаю, приятно. Очень приятно знать, что вокруг столько нищебродов, а ты, сэкономив на чем-то другом, или не имея лишних статей расхода, пошла и закидала в косметический магазин деньгами. Чтобы потом этим, естественно, очень гордиться и упрекать других, скорее всего, задумывающихся о более важных вещах по жизни. На данный момент, учитывая все факторы, влияющие на цену товара, я выбираю выгодные предложения. Покупаю только самые необходимые, если так можно сказать, косметические товары. Но, на мой взгляд, необходимое – это шампунь, мыло, щетка и паста. Остальное уже так, баловство. Хоть я и начала осветлять волосы и немного пользоваться косметикой, так как сейчас у меня есть карандаш, пудра и блеск для губ, я не изменила в целом своего мировоззрения на роль всех этих товаров в жизни женщин. Бритье, например, второстепенная вещь. Стрижка тоже. Потому что зачем, как я каждые две недели стрижуся, имея короткие волосы? Если можно, о господи, отрастить их и не парить ходить лохматой, как большинство женщин. Так сильно задумываться о внешности, чтобы прям покупать дорогую косметику и дорогие крема с тониками, нужно быть как минимум актрисой или трансом. Так как внешность для этих двух категорий людей – это их хлеб. Не взяла в расчет специфические профессии типа визажистов и фотомоделей. Укрупнила масштаб, так сказать. Так вот, когда вы разберетесь с тем, за что именно вы платитесь и пытаетесь навязать своим очень бедным в кавычках оппонентам, прошу разобраться по пяти пунктам, почему ваш товар стоит именно столько и проанализировать их, а потом только спорить. И не нужно советовать, не разобравшись во всем, человеку, так заработай больше, будешь позволять себе косметику дороже, заработать больше ради косметики. Надеюсь, это просто издевка, и вы реально так не думаете. Даже если мне чудом заплатят двойную зарплату, я ни за какие уговоры не отнесу ее за косметику. А я все так же буду пользоваться бюджетной и отмечать мне кучу минусов. Меня охватывает страх, что я могу, послушав советчиц, отнести за тушь 50 баксов вместо 4 и остаться разочарованный. Я не на помойке себя нашла, чтобы мной помыкали и наегоревали. Продавцы! Спасибо за внимание. Подписывайтесь или добавляйте канал в закладки, особенно те, кто любит мои ролики или обожает беситься за всего сказанного мной. Адреналин – это тоже хорошо.